О пациентке. Гидронефроз справа с трех месяцев. В первую очередь волнует вопрос о расположении сосудов относительно мочеточника, спереди или сзади, если смотреть на живот. Консультативное заключение по представленным катетомограммам пациентки 5 лет. Дата исследования – 20 ноября 2020 года. Область исследования – почки, мочевыводящие пути и мочевой пузырь. При анализе результатов мскада использованы построения в аксиальной, сагитальной и фронтальной плоскостях. В легких, на уровне сканирования, очаговые и инфильтративные изменения не выявлены. Надпоченики не увеличены, обычной структуры. Правая почка не увеличена. Паренхима однородна, чашечно-лоханочная система расширена, чашечки до 10 мм, лоханка аксиальным размером 19 на 17 мм, хроника удальным 24 мм. В области пиелуритерального соусти на протяжении 6 мм диаметр правого мочеточника до 1 мм, к месту стеноза, кпереди от него, прилежит почечная вена. Ниже места стеноза правый мочеточник не расширен. Рентгеноконтрастные конкременты не определяются. Сосудистая ножка почки, паронефральная клетчатка структурны. Патологические образования в паренхиме и синусах не определяются. Левая почка не увеличена. Паренхима однородна, чашечно-лоханочная система не расширена. Рентгеноконтрастные конкременты не определяются. Сосудистая ножка почки, паронефральная клетчатка структурны. Патологические образования в паренхиме и синусах не определяются. При введении контраста, почечные артерии сформированы правильно, расположены кпереди от мочеточников. Правая и левая почка накапливает и выделяет контраст своевременно, без особенностей. Левый мочеточник визуализируется на всем протяжении, просвет его сохранен. Мочевой пузырь заполняется контрастом своевременно, без особенностей. Патологические включения, образования не выявлены. Абдоминальные и забрюшинные лимфатические узлы не увеличены. Свободная жидкость в брюшной полости не выявлена. В зоне сканирования свежие костно-травматические и костно-деструктивные изменения не выявлены. Зоны роста костей по возрасту. В зоне сканирования объемные образования и очаги патологического кровоснабжения не выявлены. Заключение – катокартина каликопиелоэктазии правой почки, стеноза правого мочеточника в области пиелоуритерального сегмента. Рекомендована консультация уролога, ассистент кафедры кандидат медицинских наук КОТОФМА. Комментарии врача-рентгенолога. На мой взгляд, собственно, с сосудами почки все в порядке, как с артериями, так и с венами, как и положено, они расположены кпереди от мочеточника. Есть сужение в месте отхождения мочеточника от правой лоханки на протяжении 6 мм. Этому участку прилежит почечная вена, но давления в ней нет, и пережать мочеточник она не может. Такие вещи зачастую оперируют. Вам нужно этот момент обсудить с урологом. Вопрос по пациентке. Возникли вопросы. По доплеру ранее был выявлен аберрантный артериальный сосуд в области пус правой почки. То есть по КТ его нет, вена располагается кпереди к мочеточнику, если смотреть со стороны живота. Ответ кандидата медицинских наук Хотова М.А. Первое. На мой взгляд, строение артерий в пределах нормы, и проблема не в них. Второе. Да, именно так. Каликопиелоэктазия почек, гидрокаликоз, патологическое состояние, характеризующееся растяжением и расширением чашечно-лоханочной системы почек. Расширенная чашечно-лоханочная система сдавливает ткани почки, приводя к атрофии почечного сосочка и частичному перекрыванию мочевыводящих путей, обусловливающих нарушение оттока мочи. Симптомы каликопиелоэктазии почек. Внезапное появление сильного озноба, температура тела резко поднимается, достигая 40 градусов, и также резко падает при восстановлении оттока. Мутная моча с неприятным запахом. Резкая локализированная боль в области поясницы, распространяющаяся на боковые области живота и паха со стороны поражения. Учащенная безболезненная мочеиспускание молелонькими порциями мочи. Резко болезненная пальпация в области поясницы. Возможно появление в моче примеси крови, количество крови зависит от причины и степени развития каликопиелоэктазии. Тошнота и рвота, которая не приносит облегчения. Без проведения специального обследования своевременно выявить каликопиелоэктазию невозможно, поскольку клинические проявления этого состояния похожи на симптоматику многих других болезней мочеполовой системы. Причины развития каликопиелоэктазии почек. Наследственная предрасположенность. Патологии соседних систем и органов, новообразования, располагающиеся в забрюшинном пространстве, врожденные нарушения строения и развития артерии вен, патологии забрюшинных лимфатических сосудов. Врожденные аномалии развития и строения почек. Травмы в том числе и различные хирургические вмешательства. Различные дефекты артерий органа, патологические процессы, возникающие в мочевыводящей системе, туберкулез, сифилис, нефроптоз, нефролитиаз, доброкачественные и злокачественные новообразования почек. Поздние сроки беременности могут спровоцировать расширение чашечек и лоханок почки. Диагностика каликопиелоэктазии почек. Общий анализ мочи и крови. Компьютерная мультиспиральная и магнитно-резонансная томография по необходимости. Определение биохимического состава крови и мочи. Ультразвуковое исследование почек и других органов малого таза. Контрастная рентгенография сосудов, кровоснабжающих органы малого таза и брюшной полости, экскреторная урография, ретроградная пиелография, почечная ангиография. Определить наличие каликопиелоэктазии может только специалист на основании данных осмотра, клинической картины и результатов дополнительных обследований. Возможные осложнения каликопиелоэктазии почек. Хроническая почечная недостаточность. Гидронефроз, при этом заболевании все патологические процессы в почке прогрессируют, состояние пациента резко ухудшается. Уросепсис, резко выраженный воспалительный процесс инфекционного характера, который может привести к летальному исходу. Очень часто в качестве осложнения можно рассматривать воспалительные заболевания почек, пиела и гламиролонефрит. У беременных каликопиелоэктазии опасно тем, что может вызвать развитие пиелонефрита. Застой мочи может спровоцировать образование камней. Чтобы избежать развития всевозможных осложнений при появлении первых симптомов нарушения функционирования почек необходимо срочно обратиться к врачу и пройти все необходимые обследования, для выяснения диагноза и назначения адекватной терапии. Стеноз мочеточника. Это врожденная или приобретенная патология, которая характеризуется полным или неполным сужением просвета мочеточника и нарушением эвакуации мочи. Симптомы стриктуры стеноза мочеточника у ребенка. Заболевание проявляется частыми атаками пиелонефрита, воспаление почки, повышением температуры до 40 градусов, беспокойным поведением ребенка, ознобом, болью в спине, осложнение стеноза мочеточника у ребенка, атрофия почки, замещение почки рубцовой тканью, неспособной образовывать мочу. Хроническая почечная недостаточность, нарушение функции почек, увеличение в организме продуктов обмена веществ, которые должны выводиться почками. Частое обострение пиелонефрита, воспаление ткани почки и собирательной системы почки, та часть почки, куда отекает готовая моча, чашечно-лоханочная система. Мочекаменная болезнь, образование камней в почках. Диагностика стеноза мочеточника у ребенка. Анализ анамнезозаболеваний и жалоб, со слов родителей, как часто повышается температура тела, как ведет себя ребенок. Анализ анамнеза жизни, со слов родителей, как вел себя ребенок в первый год жизни, был ли чрезмерно беспокойным, какими заболеваниями ранее болел, какие операции проводились. Анализ семейного анамнеза, встречались ли подобные проблемы у близких родственников. Анализ акушерско-гинекологического анамнеза матери ребенка, как протекала беременность у матери, какие заболевания были в ранние сроки, какие препараты женщина принимала, как протекали роды. Общий анализ крови, позволяет определить признаки воспалительного процесса, увеличение количества лейкоцитов, белых кровяных телец, увеличение соя, скорость оседания эритроцитов, красные кровяные тельца. Общий анализ мочи, позволяет определить наличие эритроцитов, лейкоцитов и выявить степень воспаления в почке. Биохимический анализ крови, позволяет оценить функцию почек по выведению конечных продуктов белкового обмена, креатинина, мочевины, мочевой кислоты. Компьютерная томография. КТ-почек, позволяющие получить пространственное, 3D-изображение органа, что необходимо для оценки точного местоположения и протяженности сужения мочеточника. УЗИ Ультразвуковое исследование. Почек, мочевого пузыря. Обследование позволяет оценить размеры и структуру почек, степень расширения почки. Внутривенная урография. Неофросцентеграфия, позволяющая оценить функцию почек. Магнитно-резонансная томография, МРТ-почек, основанная на возможности послойного изучения органа и позволяющая выявить причину сужения мочеточника. Ретроградная уритерография. Антиградная пилоуритерография, позволяющая оценить местоположение и протяженность сужения. Уритероскопия, при которой в мочеиспускательный канал вводится тонкая металлическая трубочка с видеокамерой, позволяющая осмотреть мочеточник изнутри. Возможно также консультация уролога. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok